Привычнее овоща, чем огурец, сложно себе представить. Но так ли он полезен и безопасен, как, допустим, 50 лет назад? Современные технологии творят чудеса как для создания качественного и полезного продукта, так и ровно наоборот. Между тем, если раньше можно было быть уверенными хотя бы в отечественных товарах, то сейчас и эта уверенность тает на глазах. Китайские огурцы, как нам говорят, это генно-модифицированный продукт. Но в то же время, я бываю часто в Южном Казахстане, там идут обработки каждый день, можно сказать. Так что тоже наши местные огурцы, прежде чем покупать, нужно призадумываться. Так что даже с отечественными товарами нужно быть на чеку. Не говоря уже о привезенных овощах, преодолевших порой не одну тысячу километров. Один из самых полезных диетических и привычных нам с детства овощей – это огурец. Правда, в отличие от детства, когда мы ели свежие огурцы 2-3 месяца в год, сейчас они присутствуют на прилавках магазинов постоянно, вне зависимости от сезона и времени года. Большая заслуга в этом – в расширении транзитного потенциала, а также в появлении в Казахстане тепличного производства. Все бы хорошо, но какой продукт в итоге попадает на наш стол? И действительно ли он полезен? Вот это большой вопрос, в котором мы сегодня и будем разбираться. Это «Пища для размышлений» и с вами снова я, Евгений Переверзик. Мы начинаем. Для начала мы решили поинтересоваться, сколько же наши казахстанские аграрии производят огурцов. По данным статистики, в 2018 году произведено 467 тысяч тонн огурцов. Мы обеспечиваем на 178% себя огурцами. При таких впечатляющих объемах производства, как оказалось, и доля импорта у нас значительная. В 2018 году импорт огурцов осуществлялся из 9 стран. Из них приграничных 5 стран – это Китай, Россия, Узбекистан, Туркминстан, Кыргызстан. С дальнего зарубежья 4 – Иран, Афганистан, Афганистан, Турция. При этом основная доля импорта огурцов приходится на Китай. Это примерно 49%. Так в чем же дело, если мы производим больше своей потребности, а наши рынки по-прежнему завалены огурцами из Китая и других далеких стран? С ноября по март наша зависимость подскакивает до 70%. Почему? Потому что, естественно, в теплое время года, начиная с апреля, заканчивая сентябрем, поставки из других стран сильно сокращаются, потому что достаточно своей собственной продукции. Поэтому, если мы считаем обе фазы – теплый сезон и холодный сезон, то у нас в целом среднегодовая зависимость по импорту свежего огурца составляет 46%. Когда начинаешь размышлять и вникать в суть вопроса, многое, что было на поверхности, предстает совсем в другом свете. 90% населения считают, что огурец очень полезный и доступный нам продукт. К сожалению, в современных реалиях это далеко не всегда соответствует действительности. Какие опасности таит в себе любимый многими огурец? Во-первых, это отравление нитратами и пестицидами. Чаще всего опасные для организма дозы нитратов содержатся в зимних огурцах. Поэтому при покупке огурцов необходимо обращать внимание на внешний вид, на кожуру. Если они имеют ярко-тёмный окрас и шипы твёрдые, упругие, то, скорее всего, эти огурцы были выращены, используя большое количество нитратов. Также при чистке огурцов, если обнаружили жёлтые пятна под кожурой, то такие огурцы не стоит употреблять, потому что они также содержат большое количество нитратов. Опасность умереть от одного огурца, конечно, крайне мала. Но если систематически употреблять овощи и фрукты с нитратами, то она значительно возрастает. В наш век гонки за прибылью производители не дают нам расслабиться и покупать первый понравившийся продукт. С пестицидами история похожа. Так как пестициды — это ядовитые вещества, они отрицательно влияют на окружающую среду. При этом, попадая в организм человека, они могут нанести большой вред здоровью. Например, спровоцировать различные заболевания. Опухоли также в некоторых источниках говорится о том, что они влияют на Y-хромосомы. Мужчины меняют структуру ДНК человека. При этом, судя по жалобам, чаще всего отравления нитратами и пестицидами происходят в конце зимы и начале весны. Потому что многие производители нарушают принципы честной и справедливой торговли и честного и справедливого производства товаров. Потому что, к сожалению, для многих производителей, вот они бизнес, естественно, ставят выше интереса потребителей и безопасности потребителей. И говорить о том, что сегодня безопасный есть товар, никак этого нельзя делать. Стоит отметить, что весной на прилавках магазинов в большинстве своем лежат настоящие путешественники. Они проезжают тысячи километров. А учитывая, что срок хранения натурального овоща около пяти дней, ни один нормальный огурец такого путешествия не выдержит. Просто-напросто сгниет. Чтобы этого не произошло, их обрабатывают парафином. Огурцы, так же, как и другие овощи и фрукты, покрывают парафином для того, чтобы увеличить срок хранения. Поэтому необходимо мыть огурцы мягкой щеткой, желательно в мыльной воде, так как парафин просто под проточной водой смыть невозможно. И в зимний период желательно употреблять огурцы без кожуры, так как все нитраты и пестициды содержатся как раз-таки на кожуре. Парафин создает непроницаемую оболочку на плоде огурца. И таким образом предотвращает потерю влаги и развитие болезнетворных организмов. Таким огурцам никакие путешествия не страшны, да и хранятся они довольно долго. Но сами парафины, которые остаются на кожуре, могут быть опасны. Все это многообразие о выборах впечатляет. Но как же выбрать действительно качественный продукт, который принесет пользу или хотя бы не нанесет вреда? На что нужно обращать внимание при выборе огурцов? И какие признаки говорят о том, что этот овощ брать не стоит? В этом сейчас и разберемся. К выбору огурцов нужно относиться очень внимательно. Почему, вы, наверное, уже поняли. Итак, при выборе овощей тщательно осмотрите их. Неестественный глянцевый вид, подозрительная ровность, слишком яркая окраска плода, отсутствие запаха – это признаки говорят о высоком содержании химикатов внутри. Несезонные огурцы обработаны парафином с химическими противогрибковыми компонентами, их необходимо очищать от шкурки. Огурцы без семян внутри нельзя употреблять в пищу. Мягкие огурцы лучше не покупать. Упругий хвостик огурца говорит о качественном овоще. Еще вам следует знать несколько методов, которые позволят снизить количество химикатов в овощах. Первое – это тщательное мытье можно с мылом. Очистка от шкурки. Замачивание на 10-15 минут в соленом или слабом уксусном растворе. Использование горячих методов консервации. Да и вообще термической обработки. Стоит отметить, что в Казахстане все же проходят соответствующие проверки как местной продукции, так и завезенной. Согласно законодательству в области карантина растений, в отношении ввозимой под карантинной продукции, в том числе огурцов, осуществляется первичный карантинный официантарный контроль. Это по месту прибытия. И вторичный карантинный официантарный контрольный досмотр – это в местах завершения таможенного оформления. При перемещении продукции из стран ЕС в местах назначения под карантинной продукции. Согласно закону Республики Казахстана о карантине растений, на объектах внутренней торговли и в организациях Республики Казахстан осуществляется постоянный досмотр под карантинной продукции. При необходимости ее лабораторная экспертиза с отбором образцов и рассмотрением карантинных документов. Несомненно, огурец – вкусный и полезный овощ, если он выращен и доставлен правильно. Свежие огурцы необходимы людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и печени. За более подробной информацией в этом вопросе мы решили обратиться к диетологу. Елена, огромное спасибо, что согласились с нами встретиться, выделили нам время своего графика. Тема сегодняшней программы – огурцы. И, конечно же, вам, как специалисту, задаю первый вопрос. Сколько человек может съедать огурцов в день? Я хочу сказать о том, что есть суточная доза необходимых всех веществ, жиров, углеводов, витаминов, микро-макроэлементов. То, что есть в огурце, нет в другом. Поэтому говорить о том, что сколько огурцов съесть, невозможно. Но это не говорит о том, что можно огурцы есть с утра до вечера. Есть, конечно, разгрузочные дни. Сам по себе огурец 100 грамм – всего 15 килокалорий. И даже если 2 килограмма съесть, вот есть такой разгрузочный день огуречный, вы получите всего 300 килокалорий. Какие полезные вещества содержатся в огурце? Там огромное, конечно, витаминов – это А, П, С, потом количество жидкости, 90% жидкости в этом огурце. Потом очень много минералов находится в нем, именно в огурце. И даже вплоть до фосфоров находится. Ну, то есть он, да, действительно очень полезен, но в меру, как и все другое в меру. Как правильно употреблять огурцы? С чего нужно начать? Надо сначала правильно купить. Если у вас нет подручных средств, типа эко-тестера, тогда просто закупаем таким образом. Вот, допустим, огуречек вот такой вот. Огурец должен быть всего 10-15 сантиметров, чтобы большие не надо. Наверняка туда использовали нитраты, для того, чтобы он быстро вырос. И огуречек вот эти вот, шарики, они должны быть не острые. Затем он должен быть равномерно зеленого цвета. И потом вот тогда ближе к плодоножке нужно нажать, и если у вас палец немножко сразу же как бы отпрыгивает, значит, все нормально, с нитратами здесь все хорошо. Потом сорта-то бывают разные. Бывают такие вот грунтовые, бывают тепличные. Бывает вот такой тоже огурец, да, но он гладенький. Это просто такой сорт, он тоже хорош, такой же однородный цвета. Здесь всевозможных каких-то там пятнышек, ничего нету. Поэтому вот в данном случае вот два сорта, но они все хорошие, но с моей точки зрения. Я вообще предлагаю, может быть, померяем. Вот у меня здесь нитрат-тестер, которым я все время пользуюсь. Здесь написано о том, что 150 миллиграмм на килограмм допустимая норма огурца. В данном случае вот тепличного, да, получается, потому что он тепличный. Вот мы нажимаем. Запомнили, 150 миллиграмм на килограмм. Он измерение делает и говорит о том, что допустимая норма содержания нитратов, но он говорит о том, что 119 миллиграмм на килограмм здесь, в этом огурце. То есть это в норме? Да, это в норме. То есть эти огурцы можно использовать и даже на разгрузочный день. Не применули мы спросить и про тепличные огурцы. Хотелось подтвердить или развенчать мифы об их кардинальных отличиях от своих грунтовых собратьев. В частности, содержание химических веществ. Если правила все соблюдают, те люди, которые занимаются этим хозяйством, то никаких проблем я здесь не вижу. Если же, конечно, те люди, которые, ну, фермеры, которые выращивают, и хотят быстрее добиться результатов и быстрее это продать, они допускают больше норму. Да, конечно, тогда содержание нитратов видно. Еще мы уточнили, имеет ли огурец зимой все те же свойства? Или он настолько беден витаминами, что и переплачивать за него не стоит? Все те же самые свойства, потому что у них тоже, это тоже выращивается на земле, и, в общем, даже в солнечные дни они специально делают, чтобы было больше солнца. Но, Евгений, самое главное, вот когда ты берешь огурец, он ничем не пахнет, это сразу начинается там, как бы, затаенность, а что же в нем? А тогда, когда ты берешь тепличный огурец, и он пахнет огурцом, вот это же просто здорово. Разделив восторженные взгляды о хороших тепличных огурцах, а, соответственно, и добросовестных производителях, мы решили изучить этот вопрос более детально. В чем проблемы в этой отрасли? Какие есть ноу-хау и достижения? И отправились в инновационную теплицу недалеко от столицы. Как выращиваются огурцы в вашей теплице? По какой технологии? Идея родилась года три назад, когда у людей, которые занимаются светотехникой, появилось новое направление. Оно называется агрофотоника. Агро – это агрономия, и фото – это свет. То есть влияние света в сельском хозяйстве. И в первую очередь на растения. Каким образом это может повлиять? И этой проблемой мы начали заниматься совместно с нашими партнерами из Иллинойского университета, лабораторией доктора Мунира Найфи, благодаря которому мы разработали специальные наночастицы, которые можно покрывать светодиоды, и которые дают непосредственно правильный спектр света, похожий на солнечный. Этот солнечный свет может воздействовать на растения и улучшать, увеличивать их рост, интенсивность роста и урожайность. Можно ли назвать огурцы, выращенные в вашей теплице, чистой органикой? Да, конечно. Когда мы получили первый урожай, мы провели исследование в санэпинстанции на предмет нахождения в нем вредных веществ и так далее, токсичных и так далее, так далее. Ноль. Абсолютно никаких вредных веществ, богатые витаминами, необходимыми свойствами, которые позволяют с удовольствием потреблять эту продукцию. Наши потребители боятся китайских продуктов. По-вашему, обоснованы эти страхи или нет? Да, я думаю, что да. Поскольку есть очень сильная генная инженерия, которая работает в Китае, по быстрому росту растений. И вполне возможно, такие вещи имеют место быть. Не могли мы не задать и вопрос о цене, зависит ли себестоимость тепличных огурцов от времени года. Конечно, она летом дешевле. Почему? Потому что в теплице три основные вещи есть. Первое – это тепло. Это значительный, будем говорить, момент в стоимости конечной продукции. Второе – это свет. И третье – это СО2, который мы даем для того, чтобы проходил процесс фотосинтеза. Что ж, высокотехнологичные достижения наших аграриев не могут не радовать. Но есть и еще один нюанс, причем немаловажный. Это цена. На наших рынках разнообразие овощей и фруктов, конечно же, радует глаз. Но вот цены на них вызывают извечный вопрос, волнующий большинство казахстанцев. Почему в некоторых торговых сетях местные огурцы стоят дороже, чем эквадорские бананы? Будем разбираться. Особое недоумение возникает при взгляде на карту. Ведь от Эквадора до Казахстана ни много ни мало 14 тысяч километров. И даже преодолев такое расстояние, бананы все равно стоят дешевле в зимний период или приблизительно столько же весной, чем наши отечественные огурцы. Про лето речь, конечно же, не идет. Действительно, цена на овощи и фрукты – это один из наболевших вопросов каждого, кто хоть раз пытался приобрести подобные продукты. Почему же она иногда бывает настолько высока? Если мы сегодня говорим об огурцах конкретно, то нужно сказать, что в Казахстане достаточно высокий перепад в цене между так называемым грунтовым продуктом, который массово собирается по урожаям, начиная с июня месяца и заканчивая самым поздней декадой сентября. Именно в том, что, например, грунтовый огурец вы можете приобрести на рынке оптом либо у сельхозтоваропроизводителя по цене от 70 тенге за килограмм. Если говорить о цене, которую мы видим на розничных полках во время именно январского, февральского межсезонья, то цена подпрыгивает до 850 тенге за килограмм. Почему такое происходит? То есть разница, видите, что в 11-12 раз. Происходит это именно от того, что у нас недостаточно развитая тепличная отрасль в Казахстане. У нас всего-то под пленкой, то есть закрытого грунта, насчитывается около 850 тысяч гектаров, согласно статистике. Реально у нас под закрытым грунтом выращивается не более чем с площади в общей сложности 120 тысяч гектаров. А вот данные Министерства сельского хозяйства по тепличному производству в Казахстане. В прошедшем году из всех 1192 производства мощностей 1164 га-теплицы используются под овощные культуры. Из них 492 гектара под огурцы. Почему же в теплицах выращивают настолько мизерные объемы в масштабах всей страны? И не этим ли продиктована дороговизна овощей зимой? Само ценообразование, из чего складывается ценообразование, если говорить именно об отечественной продукции. Мы будем говорить о закрытом грунте, потому что открытый грунт, как мы уже сказали, цена достаточно экономичная, но она работает только 3-4 месяца продаж в году. Что касается именно тепличного ценообразования, если взять, например, нормальную качественную индустриальную теплицу с досветом. Как минимум, инвестиции в строительство подобной теплицы составляют от 1 250 000 до 1 850 000 евро на 1 гектар зоны выращивания. К сожалению, стоимость денег, стоимость финансирования в Казахстане, она крайне завышена по сравнению с любой другой страной мира, даже африканскими странами. Поэтому у нас получается средняя ставка финансирования по заемным средствам для тепличных проектов составляет от 12% до 18% на инвестиции. То есть получается, что далеко не каждый элементарно может взяться за производство тепличных овощей. А кто берется, вынуждены включать в цену и банковские расходы. Так вот, если вы возьмете любую бухгалтерию каждой теплицы у нас в Казахстане, вы увидите, что 47% от цены конечной продажи любого товара, огурца, помидора или салата, и это погашение займов перед бантами. Выходит, что наши тепличные огурцы не всегда могут конкурировать по цене с завозными овощами, не говоря уже о грунтовых собратьях. Хотя при этом могут быть гораздо качественнее и экологичнее. Огурцы, выращенные в теплице, они, безусловно, дороже. Почему? Потому что, действительно, если взять вот эти высокотехнологичные теплицы, то там нужна большая освещенность, это электроэнергия. Там нужно зимой топить средства защиты растений всякие. А средства защиты растений в Казахстане их никто не производит. И средства ее одобрения, они все-все-все экспортируются. Точнее, привозятся с зарубежа, в основном с Голландии. Поэтому все это накладывается. А в чем же еще может заключаться столь высокая цена? Мы рискнули предположить, что это может быть сговор среди тепличных хозяйств. Есть ли ценовой сговор среди тепличных хозяйств в Казахстане? Но такого ценового сговора практически нет, потому что они не участвуют в поставках на внутренний рынок. По сути, работают только от той цены, которую предлагает российский покупатель. Соответственно, получается, ценовой сговор, если присутствует, то только в отношении экспортного ценообразования. Соответственно, из-за нехватки, из-за такой серьезной нехватки продукции собственного отечественного производства на нашем рынке, мы сильно зависим от ценообразования, которое заходит от главных доминианов рынка. Это от Китая. А вот и ответ. Выходит, львиная часть произведенных у нас огурцов уходит в соседние страны, поскольку туда предпринимателям продавать выгоднее. А мы, в свою очередь, едим огурцы из Китая, покрытые парафином и напичканные нитратами. Но ведь не только в тепличном производстве дело. Цена, рыночный спрос формирует цену. Если есть спрос, естественно, есть цена. Если спроса нет, естественно, цена падает. Чисто рыночные отношения. Основным показателем, причином формирования цен является сезонность. Если, допустим, в зимний период овощи стоят выше, то ближе к весне, ближе к естественному сбору уже естественных овощей, то цена будет падать, естественно. Когда придет период созревания местных овощей, цена будет низкая. То есть и от спроса потребителя цена тоже зависит. Учитывая, что на огурцы, в том числе, есть большой спрос, и зная то, что за любую цену потребитель его купит, поставщики и производители начинают спекулировать данным беспомощностью, необходимостью потребителя. Естественно, потребитель будет его за любую цену покупать, ограничивая себя в чем-то, может, другом. К сожалению, такая цена, она складывается от того, что сегодня у нас в Казахстане огурцов производят меньше, чем нужно. И, естественно, идет завоз. А когда идет завоз, эти же поставщики на рынке, можно говорить, что есть ценовой сговор. Поставщики и продавцы, между ними сидят посредники, которые диктуют правила игры. Какой же выход из этого может быть? Я полагаю, что нужно делать так, чтобы сами производители, например, те же тепличные хозяйства в Казахстане, или те же добросовестные поставщики, чтобы они имели прямой доступ на рынок, уже без посредников. А прямой рынок, это имеем мы в виду, что мини-рынки в каждом районе, то есть в легкодоступных, оживленных точках города. Поэтому, если и при поддержке семейственных исполнительных органов данные мероприятия будут они исполнены, то потребитель, он получит минимальную цену за свой продукт. Все, что мы сегодня рассказали, конечно, не заставит вас отказаться от огурцов, да и овощей в принципе. Но, по крайней мере, свой выбор вы теперь будете делать осознанно, а не бросать в корзину первое попавшееся под руку. Об этом, наверное, стоит подумать, ведь от этого зависит не только ваше здоровье, но иногда и жизнь. Не зря же отец медицины Гиппократ сказал, мы есть то, что мы едим. Сегодня эта фраза актуальна как никогда. Это была пища для размышления. Меня зовут Евгений Переверзев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова